Рёв мотора и работа началась. Первым делом косильщики уничтожают амброзию в парках и во дворах жилых домов. В работе специалисты используют косильную головку с леской. Она позволяет уничтожать растения в труднодоступных местах. Однако амброзия разрастается быстро и порой её высота достигает двух метров. В этом случае косильщики используют металлические насадки. Ноши используются, если очень большое загущение, либо большие площади. То есть используются для покоса травы, таких как амброзия, лебеда и прочие. Уничтожают растения в два этапа. Покос травы и обработка территорий специальным раствором. В день косильщики очищают около трети гектара. После покоса местности её обрабатывают раствором химиката и воды соотношением 1 к 50. Он, хоть и ненадолго, но остановит распространение амброзии. Во время химической обработки специалисты облачаются в защитный костюм и респиратор. После обработки территории по периметру натягивают оградительную ленту. Амброзия очень аллергенное растение, особенно сейчас в разгар лета. Поэтому мы очень стараемся работать быстро. Работы начались в июне. В Симферополе уже уничтожили амброзию более чем на 45 гектарах, сообщают в администрации города. На сегодняшний день обработали 39 гектаров химическими средствами и 7 комбинированным способом. Работы выполняются в жилом секторе, также на открытой местности, вдоль тротуаров, вдоль трасс. В администрации крымской столицы сообщают, что при обнаружении амброзии необходимо обратиться в департамент городского хозяйства или единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя. Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.